Ключевая ставка Центробанки также сообщили, что риски финансовой нестабильности начинают снижаться благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Например, ЦБ РФ ограничил переводы россиян за рубеж и установил лимит на снятие наличных средств. Кроме этого, наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Несмотря на положительную динамику стабилизации финансовой ситуации, прогнозы поставки все еще остаются неопределенными. Если у кого-то есть желание и необходимость что-то купить в кредит или взять какой-то кредит на какие-то цели, наверное, лучше подождать, потому что в ближайшие месяцы, скорее всего, процентные ставки снизятся. Может быть, не до того уровня, который был в начале года, но, по крайней мере, они станут ниже, чем сейчас, станут более доступными. Поэтому сейчас лучше с кредитами подождать. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля. Ангелина Трынина, Роберт Хасанов, Универньюз.